Всем привет, друзья! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как я буду делать забор из сетки рабицы на пучинистых грунтах. Здесь у меня на участке идет 50 сантиметров чернозема где-то. Из-за этого столбики может, конечно, вытолкнуть, если их не забетонировать. Ну или нужно вбивать, но тогда нужно вбивать их довольно-таки глубоко. Ну и это не страхует от ржавения их. Итак, сегодня первый рабочий день. У меня весь день ушло на то, чтобы расчистить место под сам забор, раскопать все бурьяны, подготовить место. Пришлось березку срезать, потому что она идет впритык к забору, плюс она была под углом на соседний участок. Также в этот день вошло привезти все материалы. Также я успел погрунтовать столбики. Мне столбики сразу нарезали по 2 метра. Забор этот будет 1,5 метровый. Поэтому столбики попросил, и мне прямо на металлобазе порезали по 2 метра. Всего у меня получается 16 столбиков. Ну, некоторые столбики будут от другого соседа, там 3 столбика. Красить я их буду после того, как замоноличу, поскольку был опыт, когда я ставил с той стороны забор, то все равно потом приходится подкрашивать, потому что бетон, даже если вручную его укладывать, он ляпает, и потом оно некрасиво, особенно если есть столбик черный, на нем хорошо это все видно. Столбики у меня 50 на 50, толщиной 2. Поскольку хотел брать толщиной 3 миллиметра, но они почему-то были почти в 2 раза дороже, ну, уже решил взять 2 миллиметра. Думаю, для высоты забора из сетки и рабицы в полтора метра будет более чем достаточно. Вот, ну и вот такие колпачки. Они недорогие, металлические. Они, правда, были куплены у меня еще полтора года назад, когда я делал другой забор. Вот. Я их причем не привариваю, я их просто сажу сначала на грунтовку, потом, когда крашу, так же обмазываю побольше краски, и оно очень хорошо приклеивает эти колпачки. Ну, если их отковырять, конечно, отковырять можно будет, но ветром их не сдует-то точно. Вот. Сетка будет с покрытием. Вот такая зеленая. Вот. Поскольку уже холодает, взял пластификатор с морозостойкой и добавкой, чтобы можно было монолитить и в холодное время. У меня по расчетам получилось, что у бетона уйдет где-то полкуба, то есть, ну, приблизительно однотонно. Поэтому я вот, например, взял 5 мешков цемента, 7 мешков песка я взял, вот у меня они там возле щебенки лежат. Вот. Ну и получилось, в машину влазило, нагрузили еще 600 килограмм щебенки. Надеюсь, хватит. Если не хватит, в принципе, у меня остатки песчаника остались, буду добавлять, если что. Вот. И еще, что я хотел показать, это вот такие трубы. Это вентиляционные трубы, порезанные по 50 сантиметров. Они будут использоваться как опалубка, ну и для того, чтобы было максимальное сопротивление против пучения грунта. Я смотрел в некоторых роликах в интернете, делают из пластиковой канализационной трубы, но почему-то сейчас канализационная труба оказалась в три раза дороже, чем купить вот такую, например. Вот. Поэтому, по крайней мере, в моем регионе. Вот. Поэтому решил сделать из такой трубы вентиляционной. В принципе, она гладкая, то есть эффект будет тот же. Даже если она соржавеет полностью, то бетон останется гладким и будет все равно, не будет такого большого пучения, если просто в ямку забетонировать, насыпать бетона. И тогда оставалось еще немного свободного времени до темна, и я решил все же сделать пару лунок. Значит, у меня был приобретен заранее вот такой вот бур. Вот. Купил его недорого давно еще. Но все же первую лунку пришлось копать лопатой, потому что, ну, возле угла дома бурить неудобно. Вот. А вторую, вот уже видно, какая, если там видно что-то, вот такая лунка уже сделана таким буром. Ну, что хочу сразу сказать, что разница между копать лопатой и бурить буром, наверное, в раз 10 дольше сверлить, чем просто выкопать ямку. Вот. Единственный минус, что потом приходится закапывать по периметру, то есть и грунт получается там свежий. И я не знаю, как это будет, но при... Когда здесь грунтовые воды поднимются, а здесь они очень высокие, то есть они вот до уровня земли доходят. То есть, ну, здесь, грубо говоря, болото здесь весной. Вот. Поэтому не знаю, как этот столбик себя поведет. Может куда-то поплыть, конечно. Вот данный будет сидеть плотно, так как грунт по периметру очень плотный, ну, и сверлилась, поэтому оно не очень хорошо. Ну, в принципе, чтобы сверлилась, просто нужно его хорошо пригружать чем-то. То есть, возможно, нужно два мешка с чем-то тяжелым пригрузить, тогда будет легче оно пробуривать. Но, правда, их все равно снимать, чтобы вытрусить грунт нужно будет. Вот. Значит, затем я устанавливаю вот такую вот, можно сказать, опалубку. Чтобы, ну, во-первых, пару дней может даже дольше постоять, чтобы оно не засыпалось, так как бетонировать пока что не буду. Вот. Она четко по такому же диаметру, то есть диаметр здесь 20 сантиметров. В идеале я хотел, чтобы они устанавливались в уровне с землей, так как в среднем здесь 50 сантиметров где-то чернозема, дальше идет песок. Вот. Ну, здесь вот в этой лунке оказалось чуть больше, наверное, сантиметров 70 чернозема. Вот. Вот. Пока докопал до песка. Поэтому, ну, я думаю, лунку я все равно оставлю в уровне с этим. Вот. Ну, если она сама туда не провалится. Вот. Ну, чтобы удобнее заливать было. И потом аккуратненький верх был. Вот. Ну, и таких вот лунок будет 14 штук по этой линии. Ну, и два столбика еще от того соседа. Итак, начинаю второй рабочий день. Значит, буду пробовать замешивать раствор дрелью. Надеюсь, мощности ее хватит. Вот. В принципе, объемы не такие большие. И будут перерывы между заливками. Поэтому у нее передышка будет. Думаю, выдержать должна. Другой вопрос. Может ли она с щебнем это все перемешивать? Как раствор она сможет замесить? А вот с щебнем я не уверен. Вот. Значит, первым делом я замоноличу первый столбик. И вот в самом конце я столбик сделаю. После чего уже натяну веревки, чтобы знать, где будет верх и низ сетки. Потому что рельеф не идеальный прямой наклон. Вот. Ну, для того, чтобы знать. Ну, и для того, чтобы все столбики были на одинаковой высоте. Так как у них уже верхушки сделаны. Вот. Чтобы потом не снимать, не подрезать ничего. Вот. Чтобы все были одинаковые. И так. Получилось замесить при помощи дрели обычной. То есть, это даже не перфоратор. Ну, дрель неплохая. 750 ватт, в принципе, бошевская. Вот. Замесить раствор. Значит, я точно не знаю, какой здесь объем ведра. Но у меня получились такие пропорции. Я делал. Одна лопата цемента. Две лопаты песка. И влезло три лопаты щебня. Сейчас она после перемешки усела. То есть, по расчету мне нужно четыре лопаты щебня. Сейчас я еще досыплю. Вот. Но при засыпании просто полное ведро было. Больше уже не влазило. То есть, я пропорции брал с интернета. То есть, это один из самых прочных бетонов вроде как. То есть, B30 или что-то в этом роде. Вот. Ну, решил сделать попрочнее. Так как грунтовые воды высоко. Если будет замерзать, чтобы подольше она постояла и не разрушалась. А, и также, получается, ушло где-то литр воды. Или, может, полтора. Ну, скорее литр. Вот. На вот эту вот бутыль 6-литровую ушло у меня 100 грамм зимней добавки. Которые против замерзания. Ну, и для лучшего сцепливания. Для прочности. Ну, добавки они могут быть разные. Производители. То есть, это не столь важно. Там каждая свои пропорции. Ну, данные именно такие пропорции. Итак, первого ведра чуть-чуть не хватило, вот, чтобы залить полностью весь столбик. Это я сейчас еще утрамбую. Она, наверное, еще чуть-чуть усядется. Но также я на дно еще лопату просто щебня, без ничего засыпал, чтобы там было такое место для водички, если она вдруг замерзать будет, чтобы тоже не выталкивало. И вот получилось с одного ведра вот почти полное. То есть, если вы помните, это 20 сантиметров в диаметре, 50 сантиметров высотой. То есть, получается где-то 40 сантиметров высотой. После чего я сначала залил, потом начал забивать столбик. В принципе, столбик забивается с трудом, но забивается на нужную глубину. То есть, нужно чуть-чуть усилий приложить, но реально. Так, вот, значит, второй конец участка. Грунт очень плотный. И даже здесь я еле лопатой выкопал эту ямку. Потому что чернозем пересох, очень он трамбовался за все время существования своего. Ну и получается очень тяжело копать. Поэтому, не знаю, буду я дальше, ну, буду смотреть по месту. Вообще, я планировал делать все же так, частично выкопать, а наполовину высверлить буром, поскольку все же буром оно будет более плотнее сидеть. И вот эти зазоры, которые по краям, ну, их не будет. И столбик от того, что будет замокание грунта, когда грунтовые воды поднимутся, не пойдет в какую-то из сторон. В данном случае я, скорее всего, даже не знаю, по периметру, наверное, залью тем же раствором, чтобы он плотнее сидел. Потому что, ну, если я просто грунтом засыплю, он все равно, скорее всего, наклонится, столбик. Вот, что касается раствора, я решил его делать более жидким. То есть здесь уже, там, в первом столбике я делал полтора литра воды у меня ушло на ведро. Здесь уходит где-то 2, может, 2,5, ну, где-то 2,3, скажем так, литра. Вот, чуть больше пластификатора, получается чуть более жидкий. Вот, но в то же время его легче перемешивать, то есть дрель не устает. Вот, ну, и легче, соответственно, заливать, поскольку расстояние от столбика до краев опалубки не такое большое. То есть, ну, гораздо проще более жидкий заливать, и потом он легче трамбуется. То есть сейчас он по своей текучести похож на такой, как привозят бетономешалки и заливают с миксера бетон. То есть такой более жидкий. Вот таким вот образом я пробуриваю лунки. Сначала я прокапываю чуть-чуть, где-то сантиметров 25, а затем уже до песка пробуриваю при помощи этого бура, что я показывал. Ну, а сверху мешок с песком ложу, тогда оно хоть как-то бурит чуть-чуть быстрее. Начался третий рабочий день. Вот, за час я уже успел сделать 4 лунки. Здесь повезло, выше по участку грунты стали более влажными, и какой-то состав чуть-чуть другой, более торфянистый. Вот, в общем, без мешка спокойно получается пробурить. Ну, и плюс глубина, ну, правда, где как. В первой лунке, какую я начал делать, пришлось где-то 90 сантиметров чернозема с торфом где-то пробуривать. Вот дальше уже тут сантиметров по 40, где-то так. Вот, ну, бурю все равно на глубину 50, так как трубы 50 сантиметровые. Итак, начало четвертого рабочего дня. Значит, вчера я не успел один столбик только установить. Вот, а так все столбики установлены, стоят более-менее ровно. Единственное, что из-за того, что уклон участка неравномерный, получается у первых там 5 столбиков один уклон, потом идет другой уклон. Ну, и здесь в конце тоже, скорее всего, будет еще третий уклон, потому что здесь идет такой горб. Конечно, весь участок я под один уклон не могу выровнять. Поэтому, но я когда устанавливаю их, я просто смотрю, и если нужно, поднимаю, опускаю чуть-чуть столбики, чтобы были хотя бы с сегментами одинаковые. Вот. Один из минусов, что я заметил, вот те столбики, которые частично выкопанные, частично уже я сбурил, то есть копал, вот, например, вот здесь столбик. Здесь я по-другому просто не мог бы физически сделать, потому что здесь очень много корней идет. Вот. И получается, сам столбик, то есть даже замоноличная, вот эта штука, видите, он шевелится. Поэтому нужно будет еще или вот по периметру сюда что-то залить бетоном, или засыпать песком. Ну, в общем, я сейчас еще буду думать, чем лучше, скорее всего, забетонирую, конечно. Вот. Те, что идут сразу пробуренные, те стоят жестко. Здесь вот тоже чуть-чуть копал. Вот. Ну, вот здесь стоит жестко. Понятно, что там все равно идет полсантиметра запас прибурения, и поэтому он чуть-чуть шататься будет, но стоит достаточно жестко. Итак, закончился четвертый рабочий день. Все столбики уже стоят. Успел их покрасить, то есть они только покрашенные, свежие еще. Вот. Также по углам сделаны вот такие раскосины. Получается, если сам столбик двухметровый, и торчит метр пятьдесят пять у него, то вот эта диагональ, она длиной два с половиной метра. Вот. В землю уходит там, ну, тоже порядка полуметра, наверное. Вот. Здесь я уже просто выкопал яму. Ну, правда, объема бетона тут в три раза больше, чем на столбик уходит. Вот. Ну, просто вырвала яму и забетонировал. Столбики я крашу краской снежка по металлу. Вот такой. В данном случае черного цвета. Мне она очень нравится тем, что, когда что-то красишь, она очень хорошо ложится, краска, и расход очень небольшой. При этом ее стоимость не сильно высокая. И цвет хороший, густой. То есть это даже не только когда металл крашу, даже когда я что-то деревянное красил, шкаф, по-моему, то тоже брал снежку, потому что она единственная краска, которая сразу перекрывает полностью цветом. То есть у нее хороший тон идет, тонировка. Вот. А у других бывает так, что нужно раза три покрасить, чтобы перекрылся тон предыдущего материала или цвета, если было что-то покрашено. Понравилось работать со снежкой, ну, и поэтому дальше работают также с ней. Итак, идет пятый рабочий день. Вот. Значит, вот эту проволоку, которую я брал для натягивания, она толщиной чуть-чуть больше, чем сама проволока сетки. Вот. Поскольку она идет в маленьких рулонах, она при раскручивании, то есть если растягивать, она вот обратно вот так же скручивается, если видно. Вот маленький кусочек. Я хотел натянуть ее сразу 50 метров. И получается, она очень сильно запутывается, с ней очень много мороки получается. Вот. Поэтому я пока что решил оставлю эту, чтобы удобнее было вешать, поскольку удобнее все же хоть на что-нибудь повесить и натягивать потом. Вот. То есть она вот так висит. Вот. Но держится она все равно в основном за счет вот таких вот кровельных саморезов. Вот. А потом, когда уже все повешу, то я здесь сделаю чуть больше дырочки и вставлю металлический трос тоже с пластиковым покрытием, только он идет с прозрачным пластиковым покрытием. Поскольку он идет более толстым, и он как электрический кабель, он при раскручивании просто становится ровным. А этот же при раскручивании он остается достаточно сильно кривым, вот если видно. Вот. Ну и я считаю, что это некрасиво, поэтому решил поменять на более дорогой и будет ровненько висеть. Хотя потом когда-нибудь я с внутренней стороны здесь набью планочку, чтобы как-то так объединить деревянные заборы со всех сторон, вот, чтобы как-то композиционно красиво выглядело весь участок со всех сторон. Ну и плюс на досочке можно будет что-нибудь цеплять, там, подвешивать. Удобно. Значит, дальше. Сейчас я вот соединяю две проволоки. Надеюсь, что-то видно. Зеленый. Вот. Получается, вот одна идет. Один рулон. Сейчас погнулся, буду еще выравнивать. Вот. И второй рулон. И получается, вот одна проволочка здесь. Она вот так прокручивается. зацепливает. Опять прокручивается, зацепливается. И таким вот образом соединяются два куска сетки рабицы. Так, значит, меня тут отключили немного свет, поэтому пока что сетку только вешаю. Но, в принципе, даже просто вися, она довольно-таки нормально держится. То есть, а потом можно уже как появится свет, прикрутить. Сейчас я повесил два сегмента. У меня вышло на это два часа где-то. Даже я писал два с половиной часа, наверное. Это с учетом того, что вот эти каждый этот кончик нужно было загнуть. Ну, пока что только сверху. Вот, значит, повесил два рулона, то есть 20 метров где-то. Сейчас вот они ничем не закреплены, просто висят над этой вот проволоке. Вот, учитывая, что сетка не сильно тяжелая, то, в принципе, проволока выдерживает. То есть, в принципе, вешается она очень просто, быстро. Дольше всего, ну, скажем так, 80% времени занимает, чтобы позагибать вот эти вот кончики. То есть, если есть возможность купить сразу с загнутыми, лучше брать такую, ну, у нас я не нашел, например, там, где покупал. То есть, это единственное, что было из нормальной сетки. Хотя, сама по себе она, то есть, жесткая, вот, сама проволока, поэтому довольно-таки выглядит хорошо. То есть, нигде не помялось при транспортировке. Ну, и верхушка, она ровная, если не считать, что это висит на кривой проволоке. Итак, закончил я делать забор. Надеюсь, его будет видно, потому что здесь сейчас все зеленое. Забор зеленый. Вот. Ну, вот такой вот забор. Получился ровненький. Вот. Что касается вот этой проволоки, как я уже говорил, здесь она все же кривой получилась, поскольку я разматывал очень большой кусок. Вот. А дальше, в принципе, она после натягивания самого забора, она выглядит довольно-таки нормально. То есть, ну, если в упор не подходить, не смотреть на маленькие горбинки, то, в принципе, выглядит довольно-таки ровно, аккуратно. и, возможно, я даже не буду менять, потому что тоже мороки, вытянуть эту проволоку, вставить другую потолще. Но вообще, изначально, если бы я знал, конечно, я бы сразу взял какую-нибудь потолще, ну, и делал с ней. Значит, работа по забору заняла, получается, ровно полных пять дней. Это с учетом доставки материалов, подготовки грунта, раскапывания, потому что здесь были бурьяны и очень сильные. Ну, и с покрасками, с бетонированием. Вот, делал я сам. Здесь получилось 40, получилось 40,5 метров. Вот у меня, то есть у меня получается один рулон практически целый остался. Значит, по деньгам получилось у меня сетка это 2000 гривен обошлась, столбики 3,5 трубы для опалубки обошлись 700 гривен. то еще цемент, песок и щебень обошелся еще в 500 гривен все вместе. А, и 50 гривен 2 литра пластификатора. Вот, такая вот, такой вот заборчик. Ну, вот эти шляпки у меня они были уже давно, поэтому они недорогие, они там стоят по 5 гривен где-то. То есть, ну, в общем, сложностей немного. вот такое видео хотел бы вам показать, как можно за 5 дней одному человеку, причем без особого напряга, поскольку я работал где-то по 6 часов. Ну, это зависело и от погоды, и от возможности сюда добраться. Вот, то есть, 5 рабочих дней по 6 часов. То есть, в принципе, можно сделать и за 4 дня. я сделал за 5. По участку я уже, конечно, все закончил основное, то есть, по своему участку пока что ничего не планирую делать в ближайшее время. Вот, ну, а так, может, по объектам что-то и будет интересное. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, буду снимать еще интересные видео. Всем пока!